Советы по удачной планировке небольшого одноэтажного дома. Смотрим! Всем привет! Это канал Goodwood и с вами я, Елена Дубовенко, руководитель отдела R&D компании Goodwood. Этот выпуск я угнала у Александра, потому что сегодня архитектурная тема и есть ощущение, что я с ней лучше справлюсь. Планировку компактного одноэтажного проекта нужно продумывать гораздо тщательнее, чем планировку большого дома. Ведь здесь от функционала и продуманности каждого квадратного метра в площади зависит уют и комфорт дальнейшего проживания. Именно поэтому мы выбрали эту тему сегодня. Давайте не затягивать, начинаем! Сначала давайте поговорим о форме дома, ведь именно она определяет, какой будет планировка. Дома условно можно разделить на две группы. Геометрически правильной формы и геометрически неправильной. Геометрически правильные формы это чаще всего квадрат, чаще применяется для двухэтажных домов, или прямоугольник для одноэтажных. Чуть реже встречаются дома другой формы, например, Г-образные, П-образные, Н-образные, Т-образные или О-образные. Чем проще форма дома, тем экономически выгоднее обходится строительство. С точки зрения математики самая оптимальная форма это квадрат, потому что у квадрата из всех прямоугольников минимальный периметр, значит меньше будет площадь внешних стен и, соответственно, дешевле строительство. Но одноэтажные дома чаще имеют прямоугольную форму, так удобнее размещать помещение. Ну и в целом строительство простых форм происходит проще за счет меньшего количества стыков, угловых соединений и различных узлов. Зато в домах более сложной геометрической формы планировки легче разделить по зонам. А также можно встретить много интересных решений, таких как, например, спрятанная от ветра терраса в домах П-образной и О-образной формы. На домах неправильной геометрической формы мы в этом выпуске останавливаться не будем, потому что это уже индивидуальные, эксклюзивные решения. Приватные помещения в планировке очень важно отделить от технических и общественных. Общественные помещения – это места, где люди собираются все вместе. Гостиная, столовая, кухня. Технические – это котельная, гараж, различные хозяйственные помещения. А приватные помещения – это спальни, санузлы при них, личные гардеробные и кабинеты. Зоны важно отделить, чтобы шум и запахи из общественных зон не попадали в приватные, где отдыхают люди. В одноэтажном доме это особенно важно продумать, потому что в двухэтажном это разделение происходит само собой. На первом этаже – общественные зоны, на втором – спальни. В домах Г-образные, П-образные и тому подобных формах разделение по зонам сделать проще. В одном крыле размещаем общественные и технические зоны, а в другом – приватные, как вот в этом проекте. А в прямоугольном одноэтажном доме это разделение нужно искусственно создавать. И об этом как раз и расскажем дальше. В планировке одноэтажного дома есть два подхода. Когда зоны разделяются и сообщаются между собой с помощью коридора, либо когда транзитом служит проходная общественная зона. Считается, что коридоры – это зло, потому что они съедают полезную площадь. Но это не совсем так. Сейчас мы разберемся в этом вопросе, рассмотрев оба варианта планировок. Коридор позволяет очень хорошо отделить общественную зону от приватной части. Но главное, чтобы этот коридор не стал длинным, узким тоннелем. И в этом состоит задача архитектора – сделать из коридора просторный светлый холл. И используя для этого различные приемы. Например, в одноэтажном доме можно сделать мансардные окна или световые тоннели через крышу, пустив дневной свет в помещение. А также еще применяется такой прием, как окна между помещениями. Например, между коридором и кабинетом может быть стеклянная дверь или даже стеклянная стена. С коридорами есть и более необычные решения. Например, в домах П-образной или О-образной формы коридор проходит не по центру здания, а по одной из стен, которая полностью стеклянная. И таким образом коридор превращается из глухого пространства в красивую светлую галерею. Дом с подобным решением, О-образной формы, мы недавно видели на финской выставке. Об этом можно посмотреть вот в этом выпуске. В планировочных решениях можно обойтись вообще без коридоров. Но в этом случае гостиная становится транзитной зоной. И люди, перемещаясь между помещениями, будут проходить через гостиную и мешать вам отдыхать или смотреть телевизор. Еще один минус проходной общественной зоны состоит в том, что спальные помещения будут примыкать с разных сторон к этой гостиной. Но эти особенности можно сгладить. Например, если в спальнях вдоль стены, смежной с гостиной, установить гардеробные шкафы для лучшей шумоизоляции. А чтобы уменьшить количество дверей, выходящих в гостиную, можно организовать так называемые буферные зоны, из которых уже будет выход сразу в несколько спален и в санузлы. Есть еще один вариант планировочных решений, когда помещения закольцованы друг с другом, и из одного помещения мы переходим в другое, и получаются все помещения проходные. Такой тренд мы заметили на прошлогодней финской выставке, и это нас достаточно сильно удивило. Но это принцип очень давний. Такое построение помещений называется анфилада, и оно использовалось при строительстве дворцов. Сейчас вы это можете увидеть при посещении музеев, когда вы проходите через залы, переходя из одного в другой. Казалось бы, это принцип устаревший и достаточно неудобный, но в современных домах он тоже встречается и оказывается достаточно комфортным. Например, из прихожей мы попадаем в гардеробную, из гардеробной попадаем в помещение сауны, из сауны в санузел, а из санузла в спальню, из спальни в гостиную, а из гостиной можем вернуться в прихожую. Вот такое закольцованное пространство. Так что, как видим, ничего плохого в коридорной системе нет, но есть также большое количество интересных альтернатив. Поэтому какой вид планировок выбрать, решаете вы, исходя из ваших представлений о комфортной жизни. Теперь давайте поподробнее рассмотрим советы по планировкам каждой из зон. Начнем с общественных зон. Во-первых, не стоит экономить пространство для прихожей. Прихожая должна быть достаточно вместительной, чтобы вся семья и даже гости без труда вошли в нее и комфортно разместились. Также для общественных помещений, кухни и гостиной очень важно определиться с видами, куда выходят окна. Окна гостиной должны выходить в сад и на наиболее привлекательный вид. А вот окна кухни часто ориентируют на въезд на участок. Далее, человек должен сразу попадать в красивое место. То есть не упираться в какую-то стену или в лабиринт из коридоров, а сразу оказываться в большом пространстве с какой-то точкой притяжения. Это может быть большое панорамное окно, или красивая картина, или уникальный камин, или другой акцентный элемент, который цепляет взгляд. И важно не забывать, что даже в небольшом доме необходимо предусмотреть достаточное количество зон хранения. Как минимум одна гардеробная или кладовая, и по максимуму встроенных шкафов, достаточное количество гардеробных шкафов в прихожей, в спальнях, а также антресоли и различные другие встроенные места хранения. Конечно, загородная жизнь предполагает большое количество вещей, которые не обязательно хранить в доме. Это различный садовый инвентарь, уборочная техника, и для них можно предусмотреть отдельный хозблок на участке. Но его не обязательно строить сразу, а можно построить сначала дом, и потом заняться оборудованием участка. Очень удобно иметь два входа в дом. Один со стороны заезда и парковки, а другой с противоположной стороны дома на участок. Потому что если будет только один главный вход, то чтобы попасть на свой участок, вам все время придется оббегать дом вокруг, и это очень неудобно. А теперь перейдем к приватным зонам. Рекомендую обязательно запланировать в своем доме мастер-спальню, при которой будет свой санузел и своя гардеробная. Это даже уже не тренд, это must have, то, что должно быть в каждом доме. И даже в квартирах сейчас уже делают такие планировки. В зависимости от типа планировки нужно постараться обеспечить достаточную удаленность спален от общественных зон, либо необходимую шумоизоляцию между гостиной и спальнями. Также при планировании спальни нужно учитывать свои личные предпочтения по солнечному свету. Любите ли вы солнечный свет в окна с утра, или наоборот любите подольше поспать в темноте. И в соответствии с этим располагать окна спальни либо на восток, либо на более теневую сторону, где утром не будет солнца. Теперь перейдем к планировке санузлов. Гостевой санузел должен располагаться максимально близко к общественной зоне, где отдыхают члены семьи и гости. Но при этом он должен находиться и недалеко от главного входа в дом, чтобы детям было удобно забежать с прогулки, сделать свои дела и побежать дальше гулять. Конечно же, если позволяют возможности и площадь, лучше сделать два отдельных санузла. Гостевой при общественной зоне, при гостиной, и небольшой санузел при входе. И важный момент, если у вас есть домашние животные, например, собаки, то в этом маленьком санузле при входе не забудьте сделать мойку для лап своего питомца. Планируя размещение гостевого санузла, нужно обращать внимание на то, чтобы вход в него не просматривался из зоны кухни и гостиной. А также по размещению унитаза в санузле нужно следить за тем, чтобы при открывании двери унитаз это было не первое, что бросается нам в глаза. В двухэтажном доме мы стараемся размещать санузлы один под другим для того, чтобы был общий стояк. В одноэтажном доме таких ограничений нет, но при этом все равно стоит группировать все мокрые зоны ближе к друг другу для простоты подведения коммуникаций и уменьшения затрат. Например, гостевой санузел и санузел-при мастер-спальни можно расположить смежно через стенку, как у нас сделано в проекте ТК-2. Ну и в завершение я хотела поговорить про цокольный этаж. В интернете часто встречается совет, чтобы увеличить полезную площадь одноэтажного дома, просто сделайте цокольный этаж. Сразу хочу сказать, что этот совет вредный и попробую вас от этого отговорить. Во-первых, стоимость цокольного этажа будет существенно выше, чем стоимость надземного этажа, потому что там приходится применять монолитные технологии с очень качественной, надежной гидроизоляцией, плюс земляные работы, и это все стоит очень дорого. Цокольный этаж имеет смысл делать только на рельефе, когда у вас большой уклон, и сам участок подталкивает вас к этому. Во всех остальных случаях дешевле будет строить еще один надземный этаж, если вам нужны дополнительные жилые площади. Если же вам нужны просто дополнительные технические помещения или места хранения, рекомендую организовать чердачное или антресольное пространство в одноэтажном доме, или построить отдельно стоящий хозблок для садового инвентаря. Ну и наш уже традиционный совет. Выбирайте проект или создавайте планировки своего дома в соответствии со сценариями вашей жизни, вашими привычками и вашими предпочтениями. А какие у вас есть советы по планировке одноэтажного дома? Пишите свои советы в комментариях. Друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и не забывайте подписываться на канал. Всем пока!